Здравствуйте, дорогие зрители канала Баланс ТВ! В студии Инга Гончарова и в гостях у нас сегодня психолог Оксана Волкова-Чудаева. Здравствуйте, Оксана! Здравствуйте, Инга! Здравствуйте, Баланс ТВ! Для меня большая радость и честь быть сегодня с вами. Взаимно. И сегодня мы поговорим на тему «Счастливая женщина». Замечательная тема, одна из моих любимых. Первый вопрос у меня к вам такой. Вы чувствуете себя счастливой женщиной? Да, Инга, чувствую, конечно. И как давно с вами это случилось? Ну так, чтобы постоянно, но уже лет, наверное, 6-7. А вот какие-то такие вспышки или фрагменты, то есть вот это ощущение счастья, мне кажется, оно у каждой девочки с детства есть. То есть когда… вот есть такой термин в психологии «терапия детством», то есть когда вспоминаются какие-то счастливые моменты, счастливые переживания, какие-то открытия. И вот это чувство знакомо каждой абсолютно. Тогда возникает сразу же, мне кажется, вопрос, что такое счастье и от чего оно зависит? Для меня счастье — это когда ты видишь радость и чувствуешь радость, потому что для женщины более важно чувствовать, да, не только визуально как-то, вот именно чувствовать на уровне, как у тебя внутри, что у тебя там в сердце, как ты воспринимаешь этот мир, неважно, что у тебя происходит в жизни. То есть это ощущение радости, несмотря на то, что у тебя случилось или не случилось. Потому что иногда женщины говорят, вот когда у меня будет то-то, то-то, да, то я буду счастлива, когда я выйду замуж, я буду счастлива, когда я постранею на 5 килограмм, я буду счастлива. И вот эти «если» они очень блокируются, как бы такие ловушки, они своеобразные. И для меня ощущение счастья — это когда ты концентрируешься на том, что у тебя есть светлого, хорошего, радостного сейчас. И по замечательному принципу «подобное притягивает подобное» у тебя, как снежный ком, эта радость, это счастье увеличивается. Потому что всегда можно видеть во всём, как хорошее и плохое, да. То есть наши сутки состоят из тёмного и светлого, да. То есть есть ночь, есть день — это неотъемлемая часть. Но если мы будем концентрироваться на свете, если мы будем замечать счастье и стремиться к тому, чтобы счастливых людей в нашем окружении было больше, то тогда наша карта мира, наша территория счастья, она будет расширяться. И каких-то рецептов или какого-то описания, да, для меня его нет. У меня есть просто именно чувство и ощущение, что вот я счастлива. И я очень много вижу счастливых людей рядом. Это большой подарок, потому что когда-то, конечно, это было всё по-другому. Оксана, вы говорите, что счастье — это такое внутреннее состояние, чувствование. А если человек, объективная женщина, себя чувствует, допустим, тяжёлые жизненные ситуации, несчастные, то есть у неё есть объективные причины, она готова их назвать не какие-то, ну, скажем так, придуманные, да, а правда, у неё есть конкретные проблемы, и она сама с ними не справляется. Она приходит к вам и говорит, у меня нет счастья, и окружение моё несчастно, и мир, я вижу, несчастливым. Куда мне идти для того, чтобы вот это счастье обрести? Очень много есть разных способов, и они такие все рабочие, скажем так. И один из способов — это повспоминать. Ну, то есть не всегда так было. Ну, то есть это же не базовое состояние, то есть мы родились по-другому, да, мы родились с другим багажом. И вот повспоминать, а что было когда-то счастливого, да, и что потом произошло вот между тем и вот то, что есть сейчас. Потому что всё в нашем мире, ну, это какие-то причины и следствия. То есть что-то произошло, что-то случилось, какие-то возникли мысли, слова, поступки, да, или их триединство. Это привлекло вольно или невольно к тому, что есть сейчас. И очень важно вот желание, потому желание именно жить счастливо, желание как-то изменить своё состояние, изменить ситуацию, изменить окружение, безусловно, изменить сознание. Пусть это не громко звучит, но это действительно так. И я могу поменять своё мировоззрение. Я могу потихонечку, не вот так вот раз, да, я могу как-то с помощью людей окружающих, потому что они очень важны, с помощью огромного количества Знаний, которых сейчас много. И опять-таки не просто пальцем в небо, а с помощью какого-то компетентного человека или людей, которым я доверяю, я могу двигаться из точки А в точку Б, да, и дальше. То есть нет же какого-то предела. Потому что твоё счастье, оно сегодня, ну для тебя это так. Через год это будет совсем по-другому, для тебя это станет нормой. Для тебя станет нормой, что ты вышла замуж, что у тебя уже есть какая-то стабильность, защищённость, и тебе захочется другого счастья. Это не потому, что мы жадные, а потому что мы хотим расширения. Правда, счастье, оно расширяющееся. Это не то, что мы сужаемся, да, как какое-то бутылочное горлышко или воронка. Это что-то такое очень большое. Вот это как рассвет прекрасный, да, то есть это что-то такое новое, вдохновляющее. Вот это очень важно. Интересно, вот у счастья есть методика, что вот пойди сюда, поверни направо, поговорить с тем, с этим. Ну как обычно на тренингах, да, приходит человек и говорит, у меня вот нет мужа, для ребёнка нет, работы нет, я несчастлив. Ему говорят, вот первое, сделай вот это, потом то, потом то, и будет тебе счастье. Рецепт. Да. То есть есть ли рецепт счастья? Да, именно. И да, и нет. Да, потому что, ну потому что, безусловно, когда мы понимаем, что меня сделают счастливее, то есть женщине важно понять, любому человеку важно понять, ребёнку, взрослому, мужчине, женщине, что меня сделают счастливее. Потому что то, что счастье для меня, будет для моей подруги каким-то странным, да, то есть она скажет, ну да, такое бывает, да. То, что для неё счастье, там, ездить в Италию каждую неделю, неделю жить в Москве, неделю в Италии, ну для меня это стресс определённый, для неё это счастье, вдохновение и так далее. И очень важно определить для себя и понять очень честно, что меня делает счастливее. Вот счастливее, 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 потому что невозможно вот как бы, ну раз и навсегда осчастливиться, да, то есть это такое вот, ну как бы движение, движение по нарастающей. И рецепт заключается в том, чтобы потихонечку менять свою жизнь вот в эту сторону счастья, то есть как-то включать очень аккуратно, без резких движений, без какого-то, что вот с понедельника или там с первого лунного дня, следующего месяца, или с Нового года, или очень много у нас есть разных каких-то привязок, чтобы мы себя не привязывали и не делали, что мы что-то резко начнём делать, чтобы это начало происходить постепенно, потихоньку, аккуратно, без резких движений, чтобы мы понимали, что с очень простых вещей этот рецепт, что меня делает счастливее в плане питания, потому что для кого-то одни продукты, они будут вызывать приток энергии, приток сил, оздоравливать организм, другие продукты, они будут в какое-то такое настроение, то есть поспать хочется, это же какое счастье спать. Жизнь не такая длинная, надо успеть столько всего интересного. И очень важно познать себя для начала. Если говорить о рецепте, то, мне кажется, один из первых шагов — это узнать себя. Узнать себя, и на это требуется время, но это требуется помощь людей, близких людей, родных людей, профессионалов, чтобы могли тебе помочь, показать, какая ты многогранная, как ты можешь поворачиваться к миру, и как ты можешь делать счастливее себя и, соответственно, счастливее мир, потому что женское предназначение — украшать мир, украшать, но для того, чтобы украшать мир, нужно сначала себя украсить, не приукрасить, а украсить, то есть показать, какая я невероятно красивая, такая вот прям Василиса прекрасная. То есть есть разница — приукрасить и украсить? Конечно, конечно. Ну, потому что приукрасить — это одеть какие-то, парик одеть, да. Вот. Ну, конечно, прекрасно, новый образ у тебя будет, да, замечательный, да. То есть какой-то придумать себе новый образ, который… ну, поиграться, да, с имиджем. Ну, есть твоя природа, есть что-то такое, твое настоящее, вот где я есть я, где я могу рассказывать какие-то притчи, какие-то прибаутки, или, может быть, тихо сидеть, молчать, и это буду я. И я буду тем самым украшать просто своим присутствием, потому что женщине не обязательно что-то делать активно, ей достаточно иногда просто быть собой, быть в умиротворённом настроении и в настроении, ну, в таком вот, в принятии, потому что очень важно, и наши предки об этом говорили, что женская природа — это природа принятия, то есть когда она готова к приёму счастья, и ей не нужно его заслуживать особо, зарабатывать любовь, да, что-то делать, какие-то усилия, просто быть открытой, вот как чаша такая вот прекрасная. И когда мы начинаем себя познавать, и когда мы начинаем познавать себя, свои увлечения, то дело, которым я хочу заниматься, или дела, которыми я хочу заниматься, потому что сейчас такие женщины талантливые, они какие-то неоднонаправленные, они хотят и это, и это, и это, и в них получается, это так здорово, вообще невероятно расцветает, просто мир, очень здорово. И один из шагов ещё в рецепте счастья заключается в том, чтобы вокруг было людей побольше счастливых, и над этим нужно заниматься, заниматься, ещё раз повторю, в первую очередь, в своём настроении, то есть об этом нужно, это нужно захотеть. Есть такая чудесная поговорка, чего хочет женщина, того хочет Бог, я полностью с ней согласна, но нам очень важно признаться себе в этом, не скромничать, потому что иногда мы думаем, да ну ничего, ну и так нормально, и так я могу. Но это хорошо, что ты можешь и так, но ты же можешь и сказать себе, что я достойна чего-то большего, что я достойна расширить карту мира, потому что тебя это сделает счастливей, тебя это сделает радостней, и ты такая радостная, цветущая, пойдёшь в мир. Вот это же замечательно, вот мой дедушка, он долгожительный был, Николай Александрович Удаев в Царстве Небесном, в 98 лет он ушёл из жизни, и за несколько лет до ухода он спросил у меня, внучка, какой у тебя род деятельности, вот чем ты таким занимаешься, такая приходишь ко мне счастливая вечно? Я ему говорю, дедуля, я помогаю женщинам становиться счастливыми. Он так задумался на минуту и говорит, а куда они такие счастливые пойдут? Я говорю, они пойдут домой, свои семьи, принесут это настроение мужу своему, детям, если пока нет мужа, детей, родителям, но в свою семью. Он, знаете, так посмотрел на меня, вообще помолчал минутку, потом говорит, какая у тебя замечательная работа, и так по плечу меня похлопал. Я это так запомнила, вообще для меня это, ну, какой-то такой очень здоровский, такой тёплый пример, потому что это здорово, когда есть дело, которое тебе нравится, когда ты можешь вдохновенно говорить о том, что тебя очень радует, не важно, варишь ты борщ, шьёшь ли ты что-то невероятно красивое, дизайнер ли ты, психолог ли ты, вот кем бы ты ни была, но важно, чтобы тебе это нравилось, потому что когда один, тоже из важных таких вот моментов, может быть, даже женских секретов, нам очень важно заниматься по жизни той деятельностью, которая нам нравится, потому что нас это очень вдохновляет, потому что это нас наполняет, потому что это даёт нам какую-то видимую-невидимую силу, вот такую вот, знаете, то есть вот смотришь, я наблюдала и наблюдаю, мне очень нравится наблюдать за женщинами счастливыми, и вот смотришь на счастливую женщину, она знает какой-то секрет, который тебе еще не известит. Которого я не знаю. Да, и хочется вот как-то, ну, не просто подойти и сказать, «Открой мне» или «Откройте мне». Хочется как-то вступить в отношения, то есть как-то познакомиться, что-то общее сделать во благо, чтобы произошёл какой-то контакт. И вот в этом контакте, в этом взаимодействии мы раскрываемся, мы помогаем друг другу раскрываться, мы помогаем друг друга наполнять и наполнять наш мир. И это удивительно. Меня это очень лично вдохновляет. Оксана, Вы говорите очень важную вещь, что женщина должна заниматься тем делом, который её вдохновляет. Наверняка так же, как и мужчина. Да. Но когда женщина занимается обычной офисной работой, которая ей не нравится, когда она хочет замуж, а замуж не получается, когда она пытается выйти из этого состояния, состояния «день сурка», а не получается. Вот тогда, обойдя все тренинги, мастер-классы, вопрос куда? Вопрос куда идти? Да. К себе любимый. К себе это куда? К себе, честно. Потому что если у женщины ещё нет того, о чём она заявляет, это значит, что она ещё не сильно хочет. Это значит, что она обманывает себя. Это значит, что у неё находится время для всего. Для офиса, для тренажёрного зала. Ну что там ещё сейчас модно? Что там ещё модно? Шоппинг. Шоппинг, да. Очень важно. Не важно, распродажи закончились, не закончились. То есть для салонов красоты, то есть какие-то важные вещи, она находит для этого всего время. Но время для свиданий, для того, чтобы выйти замуж, нужно сначала, чтобы он нашёл тебя, чтобы произошла встреча. Для того, чтобы произошла встреча, важно ходить на свидание. Чтобы ходить на свидание, нужно, чтобы было время. Его надо планировать, как и всё остальное. Время для свиданий женщине очень важно планировать. И здесь как замужем, если ты планируешь свидание с мужем. Если ты пока не замужем, планируешь свидание с молодым человеком, с мужчиной. Если пока нет мужчины, как вы думаете, с кем надо планировать свидание? С собой, я думаю. Вот, конечно. Видите, вы всё знаете. Баланс твой всё знает. Свидание с собой. И когда у нас есть желание очень искреннее, но такое настоящее, не потому что кто-то уже замужем или кто-то уже живёт на Кипре, и я хочу жить, а потому что я хочу, потому что это моё желание, у меня есть искра, у меня оно зажигает, у меня кликает, да, вот как у меня дочка говорит, «Мам, кликает, значит, ну как бы моё, если не кликает, значит, не моё». И если есть какой-то импульс вот здесь, если тепло в сердце, то нужно туда идти, нужно туда идти и идти по плану, потому что любое, всё, что ты хочешь, любая твоя цель становится целью, когда есть к ней план и действия, которые будут в соответствии. Может быть, это как-то звучит очень странно, не по-женски, но это так. Это так, и наблюдая за большим количеством женщин, достаточно, ну почти уже 20 лет работая психологом, и просто вот живя и общаясь с просто женщинами, не как психолога, как женщина, я просто замечаю, что счастливых женщин объединяет без них некоторые критерии. Один из них — это целенаправленность. То есть когда они действительно хотят, они об этом говорят, ну не обязательно транспарант какой-то вешать, там бегущая строка на лбу, то есть они могут об этом говорить себе, к каким-то людям, которые их принимают, по крайней мере нейтрально относятся к им, даже к каким-то очень для кого-то странным желаниям. И когда я начинаю туда движение, и тогда всё честно, потому что если твои мысли, твои слова и действия соответствуют, у тебя обязательно получится то, что ты хочешь. А если у тебя 8-часовой рабочий день, плюс пробки на дорогах в мегаполисах, плюс ещё какие-то разные плюсы. А где взять время для личной жизни? Я недавно одна подружка сказала, а я не могу ходить на свидания, потому что у меня нет времени недалеко. Живу от работы, и дорога занимает много времени. И на работе мне не с кем познакомиться. Где брать? Где? Везде. Ответ, знаете, где? Везде. Почему? Потому вселенные. Такие вопросы, очень простые ответы. Это абсолютно так. Но это просто нет желания. И если женщина знает, зачем, она любое как преодолеет. Она будет знать, зачем ей это время. Она будет знать, то есть не потому что… Ну, может быть, да, для начала ей нужно выспаться, потому что иногда нашим женщинам просто не хватает такого нормального режима отдыха, с этими пробками, то, что мы говорили чуть раньше. Но отоспаться, ты не захочешь долго спать, когда у тебя есть какое-то желание, оно будет тебя будить, оно будет тобой двигать, оно будет тебя вдохновлять. И это очень важно. И не важно, там, на улице осень, зима, весна, лето. Твой сезон, он вот сегодня, вот здесь и сейчас. Ты можешь уже сегодня пойти на свидание с собой и провести его очень ярко, очень красиво, так как никогда, может быть, ты этого не делала. И выходя с этого свидания, тебя встретит один мужчина, другой мужчина и увидит тебя такую вот волшебную, не офисную, такую замечательную, деловую женщину, а другую. В сетерном костюме. А другую, другую такую вот, да, потому что есть такая прекрасная поговорка «Женщина, как дети», да? И это так. То есть нам очень важно разрешать себе какие-то вещи, не объясняя. Женщина, она вообще может не объяснять, она может сказать «да» или «нет», и на этом всё. И двигаться дальше, и смотреть, а что получится. А ещё сказать себе «а вдруг получится?» «Вдруг получится вот сегодня пойти на свидание и как-то очень сильно порадовать себя». И вот эти вот встречи с собой, свидания с собой, они очень сильно наполняют нас, они очень сильно вдохновляют нас. И я такой, несмотря на свои эмоции, очень достаточно сильный скептик. И наблюдая за женщинами, статистика очень серьёзная. То есть те, которые никогда этого не делали, ну, конкретно, свидание с собой, никогда этого не делали. И вдруг они начинают это делать, там, в какой-то день недели, раз в неделю достаточно, в течение какого-то определённого количества времени, там, месяца три, походить на свидание с собой. Но ты долго не будешь одна ходить. Ну, как у Булгакова Маргарита шла, да, с цветами. Рано или поздно кто-то к тебе прицелится. Ну, кто-то тебя заметит. Как можно не заметить женщину с яркими мимозами в серой Москве? Ну, это невозможно. Но сделать так, чтобы тебя заметили. У нас есть всё внутри для этого. Мы такие вообще чаровницы, ну, в хорошем смысле, безусловно, этого слова. Просто мы не включаемся. Мы почему-то думаем, что вот, ну, кто-то, когда-то, где-то, как-то. И мы не берём ответственность на себя. Ну, это неправильно. Я категорически против этого. Нужно же всё-таки какую-то активную позицию занимать, для того, чтобы твоя жизнь стала краше. Оксана, скажите, пожалуйста, счастье мужчины и женщины, оно похоже или разное? Оно и разное, и похоже. Потому что, если говорить про отдельное счастье женщины, то женщине очень важно позволить, чтобы о ней заботились, позволить, чтобы её на руках носили. И когда она позволяет вот такому случиться, то для неё это один из таких критериев счастья. Для мужчины очень важно какие-то свои качества, которые ему даны, но ещё не проявлены, проявить через разные опасности, через разные какие-то ситуации, пройти и проявить. А у женщины всё есть, ей просто нужно это показать. Но совместное счастье, когда мы говорим про пару уже, то есть когда соединяется пара, когда есть тандем, когда есть уже не только я, но когда есть мы, это счастье в заботе друг о друге. Это счастье в том, чтобы человеку, который рядом со мной, было светло, было тепло, было уютнее, чем это было без меня. То есть есть несколько пар в моём окружении, и они очень едины тем счастливых пар в моём окружении, что, например, они на свой день рождения дарят подарки своим супругам, чтобы порадовать своих супругов, не сами там принимают подарки. То есть им очень важно, чтобы их человек был счастлив, то есть их муж или жена была счастлива, и они всё делают не на словах, а в реалии. То есть это люди с большим стажем, то есть это не просто молодожёны, это люди, которые достаточно давно живут. И они вот как-то так вот проявляются вот в таком служении, что ли, по отношению друг к другу, то есть как-то заботясь и как-то проявляя чувства в действии. Потому что замечательная же фраза «Любовь живёт своим выражением». То есть это глагол, да, это когда мы что-то делаем для другого человека. И вот это что-то, что мы делаем, оно привносит в жизнь счастье. И когда мы реализовываем свою природу, потому что, конечно же, у мужчин и женщин совершенно различная природа. Ну вот просто мы разные, да? Вот ну разные и преразные. Это если мы смотрим на это с точки зрения вот таким вот общепринятым. Но всё равно нам важно помнить, что мы души, вот, а у души у неё нет пола, то есть ни мужского, ни женского. И каждая душа, она пришла сюда для счастья. И вот это вот счастье, возвращаясь к природе мужчин и женщин, оно будет, конечно, различным. И сейчас очень много есть разных действительно знаний, не просто информации, а знаний, как это. Очень много школ, направлений, учителей. И можно это всё изучать. Это всё можно изучать на практике. Это, ещё раз повторю, это большое счастье, что сейчас нам это доступно. Главное вот просто двигаться туда, вот выбрать то, что… или того, кто тебя вдохновляет, кому ты веришь, авторитетного человека, авторитетную школу. И идти туда, потому что там тебе расскажут то, чему в школе нас не учили, то, чему в институтах нас не учили. А там будет такой доступ, и он не всегда больших денег стоит. Иногда даже это бесплатно. Просто приди и изучай. Главное — желание стать счастливым. Всегда главное — желание, но всегда на первом месте, потому что если у тебя нет желания, то ничего не получится. Это будет иллюзия, это будет ложь, это будет обман, и это будет какой-то виртуальный мир. Это не настоящее. Как вы думаете, можно ли стать счастливой раз и навсегда? No. Это как, знаете, Инга, можно ли один раз покушать очень вкусно и больше никогда не захотеть кушать? Это же вкус определённый, да? И этот вкус к хорошему быстро привыкаешь, да? И ты уже знаешь, что счастье может быть и такого вкуса, и что оно… А вдруг оно ещё может быть другого, оно действительно может быть разным на вкус, и не обязательно это только сладкий вкус. Вот счастье бывает и в разлуке, то есть когда люди расстаются, и на расстоянии они очень чувствуют по-другому, да? Они больше ценят то, что они лицом к лицу не видели, они по-другому начинают вспоминать что-то, да? Не просто, естественно, вот как бы приходит муж домой, а там всё чистенько, аккуратненько, кушать приготовлено, и непонятно, чем целый день жена занималась, да? Мне очень нравится сейчас такое понятие, что жена — это домашний инженер, не домохозяйка, а домашний инженер, инженер, который обустраивает там дома всё. Всё обустраивает, да. Чтобы было всем комфортно. Но когда она прекращает что-то делать, то это моментально становится видно. Вот даже день-два, и всё, и всё видно, и пылинки все видны, и соринки, и посудка мытая, не мытая, всё сразу видно. Но когда это есть, то это кажется нормой, это кажется естественным. А ведь это счастье, и очень приятно, когда для женщины это счастье, когда муж её хвалит. Ну то есть просто говорит ей, «Благодарю тебя, было очень вкусно», и мы этого бессознательно ждём. Это тоже счастье, когда мы это получаем. То есть получается, что это какие-то очень разные такие ингредиенты такого большого-большого блюда счастья. Это была психолог Оксана Волкова-Чудаева. Спасибо вам. Благодарю вас. Дорогие телезрители, я хочу напомнить, что эту и другие передачи вы можете увидеть у нас на сайте balansdefis.ru Всего доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»